Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами собрались сегодня в Крыму. Не случайно тема нашей встречи сегодняшней – это обсуждение и принятие дополнительных мер, обеспечивающих безопасность крымского полуострова, крымчан, людей, которые приезжают сюда на отдых. Ясно, что собрались мы по известному поводу в связи с известным инцидентом после пресечения попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных подразделений украинской армии. Судя по всему, наши партнёры в Киеве приняли решение обострить ситуацию. И ясно, зачем они это делают, потому что не хотят или не могут по каким-то соображениям исполнять минские договорённости. И, во-вторых, не могут объяснить своему собственному народу существенно промахи в социально-экономической политике. А вот этот способ обострения ситуации, он всем хорошо известен, применяется со стародавних времён, иногда и успешно, но не всегда. Надеюсь, что это не будет окончательным выбором наших партнёров, а всё-таки здравый смысл возобладает. Но мы, со своей стороны, обсуждая сегодня вопросы с дополнительными мерами безопасности в Крыму, должны также сказать, и я сейчас хочу ещё раз об этом упомянуть, мы не собираемся сворачивать все наши отношения, несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов, мы, тем не менее, будем оставлять возможности для развития контактов, для их поддержания. В этой связи принято решение назначить уже бывшего министра образования и науки Ливанова Дмитрия Викторовича спецпредставителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических, научных, технических связей с Украиной. Я исхожу из того, что опыт Дмитрия Викторовича и, в последнюю очередь, его настойчивость, характер при решении задач, которые перед ним ставятся, будут играть положительную роль в осуществлении тех функций, которые на него возлагаются. Продолжение следует... Продолжение следует...